МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании «Гомель» в студии працуем Марина Джалая, глядите в этом выпуске. Оказались должниками, по льготных тарифах за тепло необґрунтованно платили свыше тысячи жахаров в області. Життё перемагая, урочи областной больницы рассказали про нестандартные методы выходживания недоношенных дятей. Вырытавання на водах, а свод проводить областные споборніствы. А зараза б гэтым, іншим, больш подрабязна. Звыше тысячи жахаров в «Гомеле» оказались должниками перед «Гомель Энерго». Огольной складанности за тепловую энергию, плата, за якую им необґрунтованно наличалася по льготных тарифах, споживцам треба доплатить каля 260 тысяч рублё. Откуда взялися космичные лечбы, доведались наши корреспонденты. Для того, как рыслу мачить, чому многие гомельчане стали должниками за тепло и электричность, и як іншим не трапить у такую ситуацию, энергетики провели пресс-конференцию. Яе организовали у сервисно-разликовым центры филияла «Энергозбыт». Специалисты нагадали, что работа по переразликах мая плановый характер. Яе проводится что год. Гэта звязана с уведзением тарифов, які забеспечиваюць полное вертання экономично обгрунтованных затрат. На тепловую энергию яны з'явилися у 2060-м годе, на электричную – у середине 2014-го. Так отрималося, что за теплая батарея без ильготных тарифов треба платить у 4 разы больше. Нагадаем, полностью вертать затраты на тепло, треба, калі у квартиры, не зарегистрованы уласник, ті члены яго сям'ї. Де их относятся деці, муж, ті жонка і батьки. Выявить великую колькась таких квартир отрималося, дякуючи укараненню автоматизованной информацийной системы «Разлик». Была проведена детальная проверка баз данных абонентов с организациями жилево-коммунальной господарки. Увеличение количества перерасчетов в этом году было связано с необходимостью проведения более детальной детализации баз данных между энергоснабжающей организацией и организациями жилищно-коммунального хозяйства. Более детально нужно было определить статус родственной отношения, так как это критерий, который важен для нас для расчета применения тарифа гражданам. Причем, для того, чтобы было более понятно, когда мы получаем информацию о том, что зарегистрирован мать жены брата, либо домработница, либо сожитель, то эта информация не позволяет нам четко проводить перерасчеты. В таких случаях мы делаем соответствующие запросы в структуру ЖКХ. Это, естественно, требовало определенное время. У вынику с 1 тысячи 102 должников, которые запозичились за тепловую энергию, у 140 отримались вельми великие суммы, у некоторых размова идет о полутора-двух тысячах. Свыше 500 человек долг оплатили. С нашей стороны энергоснабжающая организация выступает с предложениями о предоставлении гражданам оплаты переведенных перерасчетов по частям. При этом мы отрабатываем с каждым гражданином индивидуально, принимается его социальный статус, будет пенсионер, либо работающий гражданин, поэтому по теплу, учитывая достаточно существенные суммы, период перерасчета и период предоставления, это рассрочки в оплате, они соизмеримы. Согласно, в такой ситуации могут опынуться многие, но есть несколько правил, чтобы уменьшить вероходность трапить в такие финансовые неприемности. Например, сообщить о энергоснабжающей организации об измене уластника нерухомости, те об выборе при измене адреса регистрации. С любыми вопросами можно вернуться в подразделения энергоснабжающих организаций, найти информацию на официальных сайтах альбо у специальных группах, у социальных сетках. Марина Джалая, Вольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадо «Компания Гомель». А зимы РАПСУР ее не убрали на 95% площу. На молот перевысил 41 тысячу тонн. Темчасом все районы в области включились во уборку збожжевых культур. Подаденных на ранец убрано больше 9% площу. Намолочено 63,5 тысячи тонн збожжа. При этом уборочная кампания вызначила и первых лидеров сиротэкипажа, которые работают в полях. Так, больше 1000 тонн РАПСУ из збожжевых культур уже намолотил тандем с СУБ-Агрокомбинат «Холмич» Речицкого района Иван Вырвич и Олег Хвост. Министерство адукации назвало самые запотребованные у абитуриента в специальности бюджету. Это международное право, информатика и технологии программирования, сучасные замежные мовы, стоматологии, а так само широк педагогичных и технических специальностей. Усягова установы высшей адукации краины заплановано принятие маль 54,5 тысячи человек. В сравнении с минулым годом лечбы приема за кошт ротков бюджету на юридичные, керавницкие и экономичные специальности скороченные на 10%. Одночасово повеличена колькасть бюджетных мест на техничные и технологичные специальности. Залечения на бюджет отбудется по 28 липеня. При наявности вакантных мест до 3-го жнивня будет проходить залечения в рамках додаткового набора. Прием документов на платную форму продолжится по 4-го жнивня. Цацкие восьминожки, музыкотерапия, метод кингуру, квартира студия для мам. У педиатричном отделении для недоношенных дятей Гомельской областной клиничной больницы что году вводят в практику самые разностайные, нередко нестандартные методы и подыходы у выходживания маленьких пациентов. При реабилитации особливую увагу надают контакту немовлят с матем и в уголе у з'яднанию семьи. Подребязности высветляла Яугения Кухаронак. Педиатричное отделение для выхоживания недоношенных дятей открыли в 1973 году. Сегодня у них одночасово могут проходить лечения 25 немовлят. З минулого тут пролечили 444 малыша. Прикладно, 80% из них родились недоношенными. Самые маленькие при народжении вважают усяго 480 граммов. Выхоживать с таких складанная праца, однако посильная для этих специалистов. Отделение доброе оснащено необходимым обсталяванием. Тут мается у достатковой колькости кювезы, пульсоксиметры, аппарат УЗИ. Сирот перолеченого многое белорусской вытворчасти. Створенные умовы дозволяются оказывать допомогу детям у самых разных клиничных ситуациях. Перево ту реанимацию – редкий выпадок. У минулого года таких было усяго некольки. Такие детки в риске по развитию бронхолегочной дисплазии. Чем больше ребенок находится на аппарате, чем он дольше находится на кислороде, изменения могут происходить в легочной ткани. Потом этим деткам тяжело дышать. Поэтому важно, как только ребеночку становится лучше, убирать постепенно, очень аккуратно кислород. И присутствие мамы в нашем отделении тоже этому способствует. Правильное ведение таких детей с минимальной агрессией, вспомогательные методы выхаживания помогают нам. Еще 20 лет тому, то взмагались за жизнь немаулят. А сегодня выхоживают дети, которые важят менее за килограмм. Лечение ведется соответственно республиканским протоколам и международным стандартам. Однако главным этапом реабилитации маленьких пациентов тут лечится физичный контакт с матерью. Как только стан здоровья Малога дозволяя, уводится метод под назвой кенгуру. Скура до скоры, знаемое сардышное биение и песчетные руки матули. Налепшие леки для детей. Так и до выписки недалеко. 50 числа прибыли с весом 2,300. Нас тут выхаживали. Дорастили до 2,540. Вот продолжаем тут 9 дней. Хочу отметить, что врачи вовремя говорили о том состоянии. То есть я в любой момент могу позвонить, и они говорят о том, что с ребенком, как. То есть в курсе дело держали, потому что понятно, разлука и очень тревожно за ребенка, как его состояние и что. То есть ну и врачи вовремя объясняли, вот так вот, вот так на данном этапе. Поэтому как-то это помогало на самом деле. Выписываю заделение при умовах доброго стану здоровья дитяцы и обовязково при досягнении усих показчиков, ответных 37-му тыдню развития. А для худшейшего и выникового выздоровления тут укоранили цикавые нестандартные подходы. До приклада у каждого из детей мается властная цацка восьминожка Тиморква. Она допомагает расслабиться, сапакует нервовую систему малого, калитой и екраная. Померкование специалистов такая терапия небывертая немауляту нутробу мати, где они тримали в руках пуповину. До всего выкорастовывается музыкотерапия, фитбол-терапия, методика укладки дятей, гнездо и шматьиншага. Мы родились 2 июля. Родили мы девочку Машу с весом 2680. Здесь мы находимся с 11 июля. Идем на поправку и собираемся уже домой. В отделении очень понравилось, очень хорошие сотрудники. Коллектив профессионалов работает. Но не только профессионально, но и с душой. Большинство мам могут находиться в отделении суместно с детьми. В выпадках, когда немауляты еще выходят в кювезах, женщинам предоставляется проживание у квартиры студии, размещенной двумя поверхами нижей. Такие сопроводные домашние умовы створены, дякуя подтримство администрации областной больницы. Завитать на сустрей чудородных могут и батьки. Подожилых малышов у теплой солнечной надвор и выносят на свежее поветро. Всего 20 хвилин, не более, и под наглядом медсестры. Коллективы в отделении профессийные и сгуртованы. Загадчик говорит, что при приеме на працу задает самое главное питание. Те любишь детей. Остатнее мое не такое важное значение. Есть у коллективе и женщины с 40-годовым працовным стажем. По-моему, тот факт, что я здесь 40 лет, он уже говорит о том, что я, правда, никогда не пожалела и с удовольствием работала. И вот работаю в одном и том же отделении. Дети тяжелые были и тогда, есть и теперь тяжелые. Но, конечно, благодаря теперь всем современным методам, благодаря вот такой заведующей, которая у нас, которая, правда, очень полна энергии, оптимизма, полна, я не знаю, желания сделать что-то новое, лучшее, внедрить в свою работу. И она, правда, человек, который все целое себя отдает именно детям, именно работе. У нас, правда, сложился очень хороший коллектив. Такой, знаете, добросовестный, трудолюбивый. Все работают, правда, честно, на позитиве, ну, именно для детей, для их мам. После выписки за здоровьем и лесом былых пациент усочить еще долгий час. Батькам выдаются анкеты, якая заполняется что год и досылается в больницу. Нередко разом с ее приходят и фотосдымки и их супрасовники отделения заховывают на специально отведенном стенде, что день усмешки здоровых деток радует и персонал, и женщин, якие сегодня клопотятся об выздоровлении своих немовлят. Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадоя компания «Гомель». Выратование на худкость. Сегодня у Гомеля стартовал областный чемпионат по выратовальным шматборье сиродработнику Освода. Четвертый год запор мероприемства проходят на базе Новобелецкой выратовальной станции. На открытие с поборницей побывали наши корреспонденты. На построение вышли 15 команд по одной от каждой станции в области. У составе 4 выратовальники, 3 водолазы и моторист. С поборницей проходят у 4 дисциплинах, и каждая максимально наближена до реальных умов працы. Так, плавание у ластах на 100 метров с переодолением пирожкот – это то, что выполняет матрос-вратовальник каждый день. Веслование на лодцы и докладная подальше выратовального круга – так само обовязковое умение супрацовника Освод, для кого потребны докладности, спрыт и сила. Самая тяжкая из дисциплины четырехборья – это уздым манекена с глубины 3 метра и его правильная буксировка. Закрыя с поборницей самая видовищная дисциплина – выход вратовального катера по тревозе. Венцом деятельности является выход катера по тревоге, потому что дежурная смена на спасательной станции находится в режиме дежурства. И при замечании или вахтонаблюдении заметила тонущего человека, дается команда тревога и выходит катер по тревоге с водолазом, с медработником, мотористом на скорости прибывает на место трагедии. И водолаз должен в течение трех минут уже нырнуть и поднять пострадавшего на поверхность глубины 6 метров. Пераможцов выявляют у особистых и командных заликах. Лепшие по выниках четырехборья вратовальники выступят на республиканском чемпионате. Однако, смагаются тут не деля кубков, а для тренировки. У будни вратовальникам доводится не с манекенами, а с реальными людьми. И коли на споборницах профессийное мастерство вымирается секундами, то на практице выратованными жителями. Каждая секунда дорога, когда человек ушел под воду. Слишком мало времени у нас отпускается для того, чтобы оказать помощь, достать человека, найти его, во-первых, под водой на глубине до 6-10 метров бывает такое. Несчастный случай может случиться на любой глубине. Бывает, человек гибнет, как у нас известно, в этом году уже случай на 20-сантиметровой воде. Зараз у Гомельской областной организации «Освод» працует 271 штатный работник и 108 сезонных матросов-выратовальников. С початку года они попередили амаль полторы тысячи несчастных выпадков на воде и выратовали на водоемах 22 человеки. У Тымлику – троих детей. Ганна Корольчук, Дмитрий Котов, Василия Сепцов, телерадиокомпания «Гомель». Первая погода в Беларусе оказалась амаль на градус теплей за климатичную норму. Информацию с пресс-конференцией «Белгидрометы» приводить выдание СБ «Беларусь сёння». Так, середняя температура студеня склала минус 2,7 градусы. Початок климатичной зимы отбылся на полтора месяца позднее, чем звучайно. Восьмого студеня. Вось лютый стал самым холодным за опошние 25 годов. Середняя температура склала минус 6 градусов, что на 1,7 ниже за климатичную норму. Соковик так само был холодным. Середняя температура минус 2,6 градуса. Таким первый весновый месяц бывает один раз в 5 годов. Початок климатичной весны сё лето зафиксованы позднее, чем звучайно. А вот красавик оказался аномально теплым. Середняя температура поветра склала 10,5 градусов. На 3 градуса выше за климатичную норму. Такий теплый красавик отзначенный в друге раз в истории мета назирания. Рекордным был красавик 2000-го года. Причем уже до конца красавика в Беларуси наступило климатичное лето. Ну а май этого года стал самым теплым за всю историю мета назирания. Максимум зафиксованы 30-го мая в Бресте плюс 31,3 градусы. Теплей нормы оказался и червень. По словах синоптиков в первом погоде в Беларуси был недобор падков. В среднем по краине выпало 76% от климатичной нормы. Гэта и инши новины вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развитываюсь. Дякую за увагу и до встречи у эфиры. Эфир телеканала Беларуси Тирик Гомель продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Следователи завершили расследование уголовного отдела о гибели двух рабочих Василевича Хреченского района. ЧП произошло в ноябре 2016 года во время проведения строительно-монтажных работ на одном из объектов филиала Реческие электрические сети РУП Гомель Энерго. Руководил строительной группой бывший заместитель директора по производству филиала строительно-монтажного управления Гомель Энергострой. Он самовольно без разработки проектной документации и согласования составил план по усилению фундамента здания. Будучи на объекте отдал заведомо незаконное распоряжение мастера участка приступить к укреплению фундамента. В итоге бригада рабочих под руководством мастера вырыла вдоль здания траншеи. При извлечении грунта произошло обрушение стен и фундамента. Под завалами оказались двое рабочих 1958 и 1967 годов рождения, которые от полученных травм скончались на месте происшествия. По уголовному делу проведен значительный объем работы по изучению и анализу изъятой проектно-сметной документации по строительному объекту, документов по охране труда и технике безопасности. Проведены допросы и очные ставки. К материалам уголовного дела приобщены результаты специального расследования, проведенного областным управлением Департамента государственной инспекции труда. На основании собранных по делу доказательств двум бывшим должностным лицам предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Уголовное преследование в отношении мастера участка прекращено в связи с его смертью. Уголовное дело направлено в прокуратуру. В деревне Красница Рогачевского района в бане погиб подросток. Трагедия произошла 14 июля. Предварительно установлено, что парень 2001 года рождения пошел мыться в баню. Подогрев воды осуществлялся с использованием электрического кипятильника. Через какое-то время отец юноши заволновался, что тот долго не возвращается. Решил проверить и обнаружил сына без признаков жизни. На теле парня остались следы термического воздействия. Предполагается, что его поразило электрическим током. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверку проводит Следственный комитет. На пожаре в Гомеле спасли мужчину. Возгорание произошло накануне около 11 утра в многоквартирном доме на улице Фадеева. Спасатели обнаружили пострадавшего в горящей комнате. Мужчину передали медикам. С диагнозом отравления продуктами горения его госпитализировали. Тем временем спасатели справились с пожаром. Огонь повредил имущество в квартире. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Такова информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4. Эфир телеканала Беларусь-4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Сегодня стартовали Олимпийские дни молодежи Гомельской области по гребле на байдарках и каное. В заездах участвуют 130 юных спортсменов. Для них предусмотрены три дистанции 200, 500 и 1000 метров. Соревнования отборочные. Лучшие представят регион на Республиканских Олимпийских днях молодежи в августе. В свою очередь там выберут юниоров, которые начнут подготовку в составе сборной к чемпионату Европы и мира. Традиционно около 40% спортсменов, представляющих Беларусь на крупных турнирах, воспитанники гомельских спортивных школ. Сейчас в регионе действует 10 специализированных учреждений. Это третья часть от всех по стране. Греблей занимаются около 2000 юношей и девушек. Эти соревнования всегда очень ответственные, важные. Это наша молодежь, это те же будущие олимпийцы, наши, скажем, резервы, наши национальные команды сборной. Олимпийские дни молодежи будут проходить в течение двух дней. Хоккеисты Гомельского фармклуба провели первую в нынешнем межсезонье тренировку на льду. Таким образом начался второй этап учебно-тренировочного сбора команды. Теперь упражнения по атлетизму, аэробике и другим дисциплинам будут чередоваться с тренировочным процессом на льду. А первые хоккейные баталии гомельские болельщики смогут увидеть уже 25 июля. Напомним, в этот день начнется традиционный международный турнир по хоккею среди молодежных команд памяти Алексея Костюченко. Продолжается межсезонье и в чемпионате страны по мини-футболу. Команды зря времени не теряют и работают над усилением. Первым новичком БЧ стал украинец Денис Мазной, известный белорусским любителем мини-футбола по выступлениям за Гродненские УВД Динамо. За три сезона игрок провел 80 матчей и забил 52 мяча в ворота соперников. Пятый тур первенства гомеля по пляжному волейболу состоится в предстоящую субботу 21 июля. Традиционно принять участие в турнире могут все желающие. Соревнования проходят на песчаных волейбольных площадках возле Волотавских озер. Регистрация участников в 9.30, а начало игр в 10 часов. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова